Привет, друзья! В этот раз хочу вам показать станочек, который действительно поражает воображение своими нетривиальными формами и конструкцией. Ведь до такого надо ещё как-то додуматься. Собственно, речь идёт о прецензионном фрезерно-расточном станке 30-х годов знаменитой фирмы Болли и носящей название УФР. Станок позиционировался как фрезер очень высокого класса точности, о чём свидетельствует его невероятные конструктивные особенности. Даже при рассмотрении станины мы заметим, что она составляет одно целое с корпусом станка, и данная деталь является самой массивной, что безусловно не оставляет сомнений в жёсткость станочка. Так как изначально станок создавался как инструмент для обработки деталей для часовой промышленности, сам станок имел весьма скромные размеры. Однако для более удобной работы он выпускался с довольно тяжёлой чугунной столешницей. На станине станка находятся направляющие продольной подачи, по которым, как бы банально это ни прозвучало, двигается сам суппорт продольной подачи. Посередине продольной подачи находятся бутерброды из различных координационных перемещений. На самом деле, несмотря на огромное количество различных рукояток и рычагов, всё достаточно просто. Это двухкоординатный столик, расположенный на поворотный стол, который оснащён ещё и делительным диском, что превращает его в делительный стол. Также здесь, на передней поверхности со стороны рабочего, мы видим огромное количество рычагов, предназначенные для фиксации как поворотного стола, так и продольной подачи. Координатный стол, расположенный сверху на поворотном, имеет небольшие ходы, перемещения в продольном и поперечном направлении. В самом верху всей этой конструкции находится сам предметный стол с двумя тепозами для крепления фиксирующей оснастки. Абсолютно все перемещения оснащены линейками и фиксирующими болтами с ручкой. Возможно, вы задумались, зачем же этот пятачок квадратной формы левее поворотного стола. На самом деле, это калибровочная площадка для крепления различной индикаторной оснастки. Теперь перейдём к самому необычному узлу в станке, и это вертикальная головка. А необычная она своим креплением к корпусу станка. В общем, крепится она к направляющим с Т-образным вырезом посередине посредством оригинального кронштейна. Направляющих кронштейна две и на относительно большом расстоянии друг от друга. Всё это, опять же, сделано для повышения устойчивости при обработке. По бокам от направляющих кронштейна ввинчены специальные упоры. Шпиндель вертикальной головки находится посередине кронштейна. На передней поверхности головки находится маховик, который обеспечивает перемещение в вертикальном направлении шпинделя. Перемещается головка по направляющим по форме ласточкин хвост. И так же, как и на других перемещениях в этом станке, здесь есть фиксирующие винты с рукояткой. На головке также присутствует рычаг для выполнения сверлильных работ. За лимбом также есть площадка для крепления индикаторной стойки. С левой стороны вертикальной головки на кронштейне находится ещё одна крепёжная площадка с Т-образным вырезом посередине. И предназначена для крепления специального упора для ограничения глубины сверления или расточки. Кстати, упор есть в комплекте к станку. Помимо большого количества цанг различного диаметра захвата, рукояток и ключей. Левее находится винт, открутив который можно повернуть головку на нужный угол. А чуть выше крепёжной площадки находится упор, ограничивающий вертикальный ход головки. Привод от двигателя на шпиндель передаётся посредством доступенчатой шкивоременной передачи. Кстати, находится двигатель также в достаточно непривычном месте между корпусом станка и кронштейном вертикальной головки. При повороте головки двигатель вместе со системой шкивов поворачивается на тот же угол. Этому способствует оригинальная система крепления мотора. В общем, вот такой интересный станочек. Ну а всем вам я желаю прекрасных праздничных выходных. Всем пока!